Оп! Была, была прямо на падении. Оп! Вон она, красава! Ох, ты чё, твари! Привет, друзья! С вами Александр Рыжов, и сегодня я буду ловить форель на платном водоеме. Я на этот пруд приехал в первый раз и увидел в этом году первый лёд. Поэтому рыбалка ожидает быть очень интересной. Вода ледяная, холодная, поэтому что нас ждёт, ну, пока неизвестно. А начну я со своей самой любимой блесны, Валкейн Хайбёрст. Я начинаю классически с блесны яркого цвета, с розовой. И на первом забросе сразу буду считать, на какой секунде упадёт. Поехали, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Вот, на 108 упало, то есть на восьмой секунде. И начинаю медленно вращать ручку катушки. Поэтому в следующий раз, если, например, я захочу провести блесну в средних слоях, то есть я должен начать проводку где-то на... Вот она, есть. Вот она, есть, есть. Ух ты, ух ты, что творит? То есть если в следующий раз мне нужно будет начать проводку в средних горизонтах воды, то я должен начать где-то на 104 или лучше на 106. Почему лучше на 106? Потому что блесна с началом проводки немножко поднимается из-за плавучести плетёной лески. Ну вот, всё произошло так, как и должно было произойти. То есть яркая блесна, волкейн хайбёрст розового цвета. Буквально первый или второй заброс. Ну вот, работает. Работает, ловим по тарифу. Поймал, отпусти, сейчас её возьму и быстро отпущу. Есть. Вот она, красавица. Всё, отпускаем. На улице холодно. Не будем долго её держать на морозе. Максимально бережные отношения. Давай, мои хорошие, давай. Пошла. Продолжаем. Друзья, ну классика. Тема, которую я нашёл, работает. То есть, волкейн хайбёрст 24 грамма в 13-м цвете, в ярко-розовом. Заброс опускаем на дно и медленно начинаем выращивать ручку катушки. И вот, буквально на четырёх или пяти забросов две форели, то есть, тема работает. Сейчас я её отпущу по-быстренькому. Рыбу не касаемся. Аккуратненько. Всё, давай, плыви, родная. Порадуй ещё кого-нибудь. Фух, рыба бойкая, сильная. Навеска где-то в среднем 800 килограмм, я так смотрю. Фу, ну продолжаем, пока клюёт. Утренняя активность спала, поэтому я экспериментирую как с приманками, так и с проводками. Сейчас я начну ловить на мягкую пластиковую приманку. Я думаю, что я положу её на дно и как-то буду анимировать. И посмотрю на реакцию форели, будет или не будет. Либо я начну, наверное, с плавных проводок. Я потом перейду на более агрессивные. Посмотрим. И начну с твистера Pantone 21 пила. Всё, после заброса нам нужно, чтобы приманка опустилась на дно. Потому что вот сегодня все поклёвки идут строго со дна. Ну что неудивительно, вода холодная. На дне она теплее, поэтому форели там комфортнее. И она вот после запуска, который был позавчера-вчера, опустилась на дно. Оп! Было прямо на падении. Оп! Вон она, красава. Оп! Ох, ты чё твари. Вот он. Зелёненький. Ох, соскочил. Фу, ну отпускаем. Холодно. Эх, твистер у меня улетел. Для сегодняшней рыбалки я выбрал удилища God Chaser длиной 6 футов 9 дюймов с тестом до 5 грамм. Это одно из моих самых любимых удилищ. И именно конкретно вот этим удилищем я, наверное, больше всего поймал форели. То есть, если переводить в килограммы, то именно вот этот Chaser поймал больше всего рыбы из всего моего арсенала. Как вы понимаете, это не просто так. Оно отлично сочетается как с блёснами, так и с мягкими пластиковыми приманками. То есть, во время рыбалки я могу всегда оперативно перейти с блёсн на мягкие пластиковые приманки. Или наоборот. Не теряя ничего в плане удобства ловли, анимации, чувствительности или проводки. При этом удилище отлично справляется на вываживание с форелью. Это не маловажно, потому что иногда удилище, скажем так, плохо отрабатывает рывки и рыба сходит. Вот этого у Chaser нет. Ну вот сегодня всё, что село на крючки, всё было доведено до подсока. То есть, ни одного схода на вываживание. Поэтому я настоятельно рекомендую присмотреться к этому инструменту. Просто палка, ну, просто суперская, честно сказать. В плане чувствительности вообще нет никаких вопросов. Даже, скажем, очень аккуратное пощипывание там твистера или червя форелью четко ощущается в руку. Есть! 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 Хайталлер работает. Вот, посмотрите, довольно тяжёлая чебурашка в 1 грамм. Безбородый крючок от OVNER серия S51 напрямую соединена. Такой монтаж позволяет далеко забрасывать. Ну и немножко имеет другой рисунок игры, чем на классических джиголовках форелевых. Опа! Пошла, родная! Давай, давай, давай! Кстати говоря, вот очень многие ограничиваются весом джиголовки, скажем, 0,8-1 грамм. А я обязательно с собой беру на водоём до 3 грамм для того, чтобы обловить дальние горизонты, для того, чтобы быстро добивать до дна, для того, чтобы в плохих погодных условиях иметь лучший контроль дна. И, в общем, тяжёлые головы самой бить очень полезно. Сейчас попробую провести вообще равномерно. Кстати говоря, равномерная проводка мягкого пластика иногда здорово срабатывает. Причём не важно, что вы ведёте. Даже обыкновенный червь, который совершенно не имеет игры на равной проводке, провоцирует форель. Вот такая интересная у нас рыба. А вот вистора, естественно, колеблется хвостик. И я полагаю, что в определённые моменты вот это самым положительным образом сказывается. Потому что твистеры иногда вот реально выстреливают. Иногда форель лучше ловится на червей, иногда лучше ловится на нимфы, иногда лучше ловится на личинки. А вот иногда она лучше ловится на твистеры. Поэтому твистеры нужно иметь всегда с собой в комплекте хотя бы пару-тройку пачек в разных расцветках. Ну, естественно, обязательно иметь розовый, зелёный. Если есть возможность, то оранжевый. И что-то такое больше натуральное. Я начал с зелёного. Вот сейчас что произошло. Я сделал заброс там, где помельче. Дал паузу, ждал пока махайталер упадёт на дно. Но он не успел до дна дойти. Форель тут же атаковал его на падение. Так тоже бывает. То есть я не исключаю, что именно игривый хвостик соблазнил эту рыбку. Ну что, работают хайталеры? Работают по форельке. Сейчас отпустим. Вот такой вот твистерок Pantun 21 хайталер. Ярко-зелёного цвета. Принёс не одну форель сегодня. Один из больших плюсов именно вот таких приманок и конкретно Pantun 21 хайталер в том, что он очень живучий. Форель его не убивает за одну-две поклёвки. То есть на нём можно поймать и 4, и 5, и 6, и даже 10 хвостов. И он как новенький. Ну всё, друзья, сегодняшний день подошёл к концу. Я открыл для себя новый водоём. Я поймал наколеблющиеся блёсны и поймал на мягкие пластиковые приманки. Но, впрочем, вы всё сами видели. До новых встреч, друзья. С вами был Александр Рыжов. Субтитры подогнал «Симон»!